у нас сегодня китайский бизнес класс у нас сегодня на обзоре как как надо вытереть спереди этот адаптивную эту тему чтобы у нее этот не не работал круиз ибо ну старый же прикол к этому надо было надо было быть готовым ты должен был быть готов к такому прикол константин не хотите ли вы по управлять этим чудо автомобилем здравствуйте вам здравствуйте холодное зимнее здравствуйте северной столице нашей богатой необъятной родины мы приезжаем в питер частенечко и часто нам дают различные китайские автомобили но и сейчас наверно никуда никто никуда не денется если мы будем делать обзоры на что-то новое то скорее всего это будет либо загнанная кем-то либо это будет китайская их тотально начинают завозить потому что выбора по сути у нас уже к сожалению никакого нету либо корейцы которые остались либо есть тачки в салонах где вы видели за параллельный импорт но это уже вторичка все равно это вторичка опять же в три дорога каждая ступень этого попадания автомобиля в салон какой-либо у нас стране это чей-то навар поэтому цена будет расти ну или вот китайский рынок китайские тачки на которых мы к сожалению а может быть или частью но скорее всего к сожалению сожалению потому что мы не можем ничего предложить сейчас мы сами себе ничего не можем предложить поэтому китайцы нам предлагают свои автомобили нам придется на них ездить и нам блогерам а китайских тачках вам придется все чаще и чаще рассказывать потому что но принципе у вас не будет другого по сути выбора у нас всех него и отделяю есть регионы где очень сильно популярны такие тачки ну типа венов минивены не нравится такого класса автомобилей я знаю что такое mercedes витов я но у нас обожают альфард то есть с появлением армянских автомобилей у нас стране огромное количество альфардов проехала через нашу республику код вспомни сколько их в моменте было просто несметное количество этих альфардов я думаю что случилось у нас или демография улучшилась что за тотальный пригон этих венов в каждом дворе 5 эти альфарты эльгранды все кто гнали тачки они занимались альфардами и вот так все как грязи было то есть если бы ты захотел в этот момент купить альфард или эльгранд вообще бы никакой проблемы не было столько выбора ты заебался выбирать поэтому с этим всем знаком альфарды эльгранды ну как газель газель тоже может быть братуха газель по-любому считается нет газель не считается газель не все соболь это просто ну пиздец это это животное мне стало интересно посмотреть я как бы стал обращать внимание и иногда знаете когда вам не включается такой семьянин а это бывает наверно в каждом мужчине редко сейчас напишет моя жена комментарии редко в этом и те и включается семьянин иногда когда вот у меня в голове где-то просыпается такой человек которого никто не видит их первую очередь жена я посмотрю на такую тачку думаю было бы круто да но опять же смотрю по-другому было бы круто там посидеть поиграть с пацанами в покер куда-то на речку поехать толпой поэтому с учетом того что сейчас все и вся все и вся ушли с нас рынка с нашей страны мы понимаем что остается небольшой выбор и китаец как раз таки один из вот этих автомобилей которые мы можем рассмотреть короче это у нас гак гаджи n8 очень такой стильный неплохой венчик что касается внешности очень серьезно смотрится автомобиль я не ошибусь если скажу что максимально китайцами спит дизайн срисован с альфарда серьезная такая мужская спокойная морда у автомобиля нисходящая решетка большая на хроме за этим кстати надо следить я бы сразу и сделал антихром потому что не думаю что китайцы что-то качественное в этом плане гальваники могли дать ну вот в плане отделки вот этих элементов поэтому я бы сразу в черный и питанул в антихром в раб скилл заезжает если кто купит мы бы такая рекламка не глупо смотрится не смешно как в основном выглядят китайские автомобили сейчас то есть морда и внешность у него абсолютно конкурентная всем своим одноклассникам стоит на него смотреть не то что стоит мне кажется вы даже на него посмотрите если человек ищет себе такую машину вы на него обратите внимание он прям очень серьезно и заманчиво смотрится нигде во внешности тачка не проигрывает ни одному своему однокласснику не азиатам да если одноклассников брать там тойота миссаном и так далее может там вы вен мультивен там volkswagen и мэрс да там покрасивее но именно азиатам братьям он короче не уступает вообще такая же и задняя часть автомобиля большая массивная диодная оптика смотрится тоже ничего такого сверх естественного смотрится достаточно спокойно и понятно то есть вы подъезжая к этой тачке понимаете что это вен просто симпатная задница вот эта бровь здесь хотя ночью смотрится ну симпатично здесь у нас камера где на доводчик большая такая дверка светлый салон светлый загаженный салон я бы даже так сказал не ухаживают за тачкой а ухаживать за такой тачкой вам придется потому что если будете пользователь как ну для семьи то да очень люблю светлый салон но понимаю что за светлым салоном все-таки нужен уход как человек педантичный к внешности вообще убранства автомобиля я бы допустим потянул белый салон потому что я за машиной слежу но когда берут белый салон хрюши разные и вот доводят его до состояния черного вот это мне бывает непонятно так багажника здесь по сути ну он так чисто ну на на по-братски что-то здесь есть если откидывать задний ряд сидений тогда он будет но опять же откидывая задний ряд третий ряд вы будете мешать вот тем двум датым короче людям для которых придуманы вон эти два кресла если что-то здесь перевозить это будет но в ущерб вот тем 1 датым от и магом отделка обивка все это ну такое обычное обычная китайская всемирная история по пластику оптика красивая красивая и ну светить я бы не сказал что прям детстве но светит светит неплохо казалось бы сейчас китай все это делает но мне кажется чуть-чуть не хватает чуть-чуть плюс очень сильно пачкается и не хватает здесь омывая коптики они здесь и здесь страшно не хватает стоимость этого автомобиля колеблется от 3 300 до 4 200 со слов официальных представителей огромные очереди огромные желания купить эту тачку что вы можете купить себе за 4 миллиона 200 тысяч рублей новым и вот в такой комплектации так и скорее всего ничего вы не купите но самый кайф когда вы открываете дверь вот этого автомобиля от эту пассажирскую эту большую огромную дверь и вот открываете и первое что вы видите и первое что вы скажете это вау вы сразу конечно будете обращать внимание на состояние кожи потому что светлая кожа она сразу заставляет обратить на себя внимание как только вася твои глаза встречаются с белым вот этим роскошным салоном ну вы сразу это вот начинаете понимать что он такой подуставший прям его за ним бы поухаживать вот сюда бы мистера пропера знал так как она на мистера пропера как купил машину меня и жижу и как всегда свою тачку я заливаю проверенный антифриз феликс мало того что одобрим большинством ведущих производителей так еще и совместим с импортными оем антифризами заявленный ресурс аж 250 тысяч километров удобный и простой подбор антифриза у них на сайте ссылку на который я оставлю в описании с апреля феликс вообще в камазы стали заливать как стартовый антифриз ну а на деле заезжайте на любой сто где качественно чинят и там почти везде будет феликс так что наш отечественный надежный бренд с богатой историей который постоянно совершенствуется для вас подписчики помимо ссылки на сайте вы можете подобрать антифриз под любую тачку я оставлю ссылку на озон с моим промокодом на скидку в 15 процентов берегите свои тачки вместе с феликса какой пизаж какой форсаж кожа рожа капитанские правильно их назвать сиденья кресла и сразу первое впечатление это роскошь даже отсюда когда вы откроете да там типа опачки смотрите во первых плотно плотно и дорого это все открывается вы понимаете что это не дешево звук такой тяжелый характерный чему-то дорогому большая торпеда сразу понимаешь что пластик дорогой типа вот но vip пластик короче пластик на кураже короче вот но хотя насколько можно вообще говорить такие вещи да ну как бы пластик и пластик а у него еще тоже есть разница в качестве вверх обид чем-то вот таким вот мягким никакого слова яйцам от никакого рояльного и чего лака слава богу хоть кто-то это не сделал алюминиевая такая вставка смотрится прям с первого раза очень роскошь были бы еще доводчики закрывается просто о боги но когда вы уже попадаете в салон этого автомобиля и начинаете рассматривать его ближе вы начинаете находить ну очень много нюансов и появляется некое такое двоякое впечатление от автомобиля вроде бы вы уаукнули и сели и вроде бы все пиздато там и вроде бы все четко но когда вы начинаете присматривать и пользовать салон этого автомобиля вы понимаете что чего-то не хватает ну что тебя заставляет думать а чё не так чё-то те не хватает некий дискомфорт все-таки это присутствует кресло само кресло но знаешь она мне значит напоминает ягуаровские какое-то кресло здесь есть атаманка вот она отсюда короче регулируется атаманка есть ну и честно говоря ну да их что она там как бы есть и себе и не было вы бы тоже очень сильно не расстроились абсолютно бы не расстроились потому что толку от этой атаманки но еще никакого во первых сиденье сейчас максимально крайнем положении это двинуто назад и вот от того что я ее поднимаю вот она поднялась до в крайнем верхнем положении она ну то есть я все равно ноги упираю и особо ну толку нету ты не но для чего она ну как бы вот но она есть есть но неудобно ноги ты не вытянешь не выровнишь короче ну хрень угол вообще какой-то странный непонятный наверное для коротконогих или фиг его знает тоже кто должен сидеть спереди чтобы ты здесь нормально растянулся я не знаю поэтому здесь ты все равно как бы это придумано для удобства человека но ты все равно будешь испытывать некий дискомфорт потому что будешь постоянно упираться в кресло водителя поэтому ну не знаю толка наверно особо никакого здесь есть массаж который также связывается с этим экранчиком то есть регулировка регулировать вы можете его и отсюда короче с экрана сюда нас явно преследует от неудачи код немножечко тоже решил по безобразничать марат борода пылесос еще одна приколитесь вот если убрать в эту кучку на системный блок похож вот туда флешка вставляется usb дисковая кнопка ну такое не лагает особо экран нормальный такой экранчик особо ничего здесь нету настройки различные самого экрана настройка сидений кстати графика очень круто здесь умный свет так я в нем и не разобрался сейчас как он светит это наверно ночью мы снимем как это все работает ну и видео если у вас какие-то носители там если поддить диск еще что-то изображение музыка подключается кстати отдельно к нему через настройки гарнитура bluetooth и все пожалуйста смотрите здесь выключается одна кнопка есть это также настройка кресел ну когда вы начинаете рассматривать вот эти прям роскошные сидения которые еще пытаются вам там что-то массажировать вы охуеваетесь того как небрежно это все пошито вот вроде бы первое что вы видите когда открываете дверь это вау а потом вот этот два у вас превращается условно ты хочешь самом комфортном положении для себя поехать и это вот она сидение регулировки все механические мне кажется это даже очень круто здесь потому что если бы это было электрическое это было бы долго долго поднимали там условно эту спинку точно так же лифт базару нет было бы по кайфу конечно электрическая но в плане функционалов наверное прикольнее и резче на механике в этом салоне нет но мне кажется легче будет так вот здесь если вот так сидеть нормально как всегда очки сидеть в таком нот плюс-минус тогда ты дотягиваешься до кнопки там открытия до климата дотягиваешься тогда условно понятны задние подстаканники и ты ну эргономика она стала ближе к тебе и тебе здесь вот так как пассажиру сидеть удобно ты до всего можешь дотянуться а вот в этом положении вот это за по тече на не нужно если только ребенок тебя за и с ней а вот вот так когда ты в самом комфортном положении все твой комфорт на этом он теряется ты его здесь приобретаешь ты развалился но мы ехали обращал на тебя внимание ты развалился сзади ты сзади спинку откинул и развалился и когда мы к тебе обращались что-то нам подать или дать ну тебе приходилось вставать тянуться еще что-то еще как-то окно это пизда скажу что это самый большой плюс в этом автомобиле вот хочется снять эту дверь обе двери и поставить где-нибудь в хате знаешь в стену замуровать как-нибудь и провести чтобы это работало короче с кухню в спальню окно такое и так раз открываешь его джинька пельмени дай ну раз пельмени взял обратно поднял когда ты вот здесь она удобно когда ты вот здесь она максимально да ну на я сейчас хочу вот он он лежит в подстаканнике стаканчик кофе вот я ехал пил кофе я его хочу куда-то положить я не могу его куда-то положить здесь не продумано это хрень что ты ему куда-то положить поэтому вот в крайне удобном положении крайне неудобно вот что я хочу сказать где столики какие-нибудь они не должны быть обязательно перед тобой должны быть продуманы где-то здесь где-то может быть здесь где-то может быть здесь вроде бы это бизнес вен но даже бизнес вен он как бы не бизнес вен здесь здесь место для шикарного двух людей два человека здесь могут очень себя чувствовать но что они должны сделать эта машина на переписать ты подъехал типчик заскочил ты переписал машина барыги потому что как семейный автомобиль бы я точно бы себе его не покупал ну это детей семейный же это не только дети кот это же не только дети дети детей можно и на лавочке перевести братан если прям очень сильно захочешь здесь нет просто даже условий в дороге перекусить комфортно вот и заехал на заправку я не хочу на заправке кушать у меня времени нету здесь нету место вытащите столик и перекусить но массаж распит и я вот сижу и массаж прям чувствуется что касается материалов отделки я не скажу что это самый full ну и не скажу что это самый премиал нормальные качественные материалы отделки хороший пластик хороший кожзам это не кожа не не ни разу это винил хороший качественный винил кожзам будем так говорить отделка везде одинаковая здесь дешевые элементы отделки салона ну вот типа даже вот эти дефлектора очень дешевые и опять же давай приколюсь назад сесть мне очень интересно как назад и вот вот эта тема да вот видишь она чтоб сюда зайти встать и удобно сюда в салон пройти тебе будет неудобно тебе будет неудобно особенно с такой жопой как у меня ну видишь ну ничего если вот так это будет но можно еще чуть-чуть его назад совсем чуть-чуть не ну да вытащу ты заулыбался как слушай вот это самое крайнее до положение ну нормально ну если только развалится вот так как пионерка чупа-чупсом ты так сидеть не будешь ну вот так нормально но два человека здесь будут нормально себя чувствовать но подлокотника допустим здесь не придумали а было бы интересно если здесь еще и был подлокотник там я радовался чё нету реального лака здесь я проклинаю за то что они его сюда столько прям пи***нули потому что очень убого он смотрится когда чуть-чуть на него капелька какая-то воды попадает сразу начинается терка салона и так далее ну недавно просто смойки мы все помыли даже оборудование о я ща первый раз попаду на эту зубную щетку для машины зубная щетка для машины смотри зубная щетка для кузова тачки и куча сидит и думать 2 дегенератов приехали из гору гуляем снимаю снимаю на приколись просто оба опачки расческа расческа конкретная расческа и тут сразу гель ополаскиватель опачки 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 нет и код не открывай закрой там не закрывай просто приколитый какой фалхарс чё это было как он ничего не помыл по сути понял посмотри сколько грязи осталось ни хрена не помылась машина сейчас вот это все чтобы понимали вот смотрите этот мусор будет размазываться по по кузову царапать портников окрасочное покрытие но потом загоняться на детей но это может быть не будет загоняться но 222 жалко так мы глупо так мы в машину ваш теряется лоск сразу и себя помыли и машину помыли и оборудование все помыли спереди мне кажется больше всего минусов у этого автомобиля выглядит все очень строго опять же с этим рояльным лаком будь он не ладен ладно смотрится передняя панель брутально по-мужски без лишнего какого-то кричащего пафоса аналоговая приборка никаких больших планшетов здесь нету как мы привыкли видеть у японцев последнее время мультимедийка тоже ни хрена она не тупая нормально работает карплей здесь тоже имеется подключайте ездите двигайтесь все ништяк огромное количество кнопок с которыми вы в первый вот как только вы сядете вы запутаетесь скажете ебаный в рот сколько здесь различных органов управления сейчас будем разбираться вот с этим всем детцом га еще интересно надо ты садишься первый раз в тачку и вот ноги пока поймешь на кнопок где климат где чё где радио где мультимедиа и чуть все это в одном блоке короче вам наверное будет ближайшее время надо будет выучить вот этот какой-то определенный прием по кнопкам запомнить самые нужные для вас и потом его уже отрабатывать короче вот этот прием ручка кпп очень удобно здесь расположена ну и чувствуешь себя здесь по кайфу самый огромный плюс салоне этого автомобиля что вы сразу с первого раза понимаете габариты сразу то есть нету вот этого ощущения громоздкости что вы на большом автомобиле каком-то сидите и это еще и в настройках сиденья хватает настолько что вы как высокий человек так и коротконогий именно по сиденью к ну здесь не почувствуете неудобств сиденья на электроприводах здесь телефон то есть беспроводная зарядка на этом опять же все закончилось здесь панорама открывается блок управления задних дверей вынесен отдельно блок управления светом здесь тоже вот подачки и все принципе минимальный набор все это сделано достаточно качественно очень много плющики дополнительных ассистентов в этой тачке для вашего комфортного управления здесь есть датчики света датчики дождя круиз-контроль тоже есть вот есть пожалуйста перед предупреждением об опасности перед столкновением что-то с ним правда произошло но я не понимаю ошибка вот уже со вчерашнего дня я не знаю как так получилось что она стала гореть на ротару взявшим по гладкой дороге вот по трассе она прям стелит в угоду короче вот этому комфорту вот и такое ощущение как будто вот борщнули когда вы ездите на этой тачке по городу и выезжаете на городские улицы а не на трассе на городские вы сразу начинаете понимать что на каких-то даже небольших скоростях подвеска начинает а то что она комфортная она начинает пробивать бабочки бабах выезжайте на асфальт кайф за город выехали вообще ништяк машина утюжить заднему пассажиру по кайфу водила тоже себя здесь чувствует раз прекраснейшим образом вот от габаритов ты страдать на этой тачке не будешь по городу она достаточно неплохо едет мотор хорошо крутится и сколько два с половиной литра 190 лошадей 300 чем-то крутящего ну то есть мотора хватает шестиступенчатая коробка обычная коробка эсиновская вот этот вот работяга японовский автомат с этим движком интересная пара а очень неудобная хрень очень неудобная стойка вот прям очень неудобно и это такая же беда на ней в натуре можно камаз спрятаться по раз как-то сейчас поймал и поворачиваю смотрю вот прям неудобняк когда не знаешь город на хреново ездить по городу когда ты не знаешь едет хорошо мотора хватает поезженная машина и чувствую слышишь двери как гремят то есть вот это тоже пиздец он будет за музыку наболтаете будет ништяк ну как бы этого не услышите так в общем подвеска работает комфортно хотелось бы чуть чуть больше плотности этой тачки чуть-чуть плотности но я понимаю что если если мы сделаем чуть чуть поплотнее пожестче подвеску мы очень комфорта потеряем и вот ну вот это вот расколбас иногда даже просто спрыгиваете с лежачего мента и вот качка кузова вот это по городу вот это вот унылая сонная ступа и к этому добавится еще звуки стуки и так далее салон поездиться вот так вот я бы на ней на трассу выехал и на трассе она прям стоит вот на трассе ей по кайфу резина у нас сейчас на шипах поэтому те же проблемы по салону спереди весь звук колес шум колес все это слышно но в принципе если в общем брать шумку и понимание этого автомобиля здесь неплохая шум на же как в россии ты покупаешь тачку вроде бы для комфорта но бизнесом она тоже должна заниматься поэтому в нашем понимании бизнес вен это семиместная газель когда ты из тачки можешь сделать семиместную газель когда у тебя есть комфорт минимальный ну еще пару ящиков помидоров или огурцов ты можешь закинуть вот у нас жизнь почему-то печально но вот такая назад смотришь очень круто особенно когда темно включаешь этот свет очень богато смотрится салон единственная значит ничего не понравилось еще первое впечатление такое что вот в ногах мне машина нормальная да вот я кресло отрегулировал под себя в ногах мне машина нормального я как на диванчике сижу но вот плане рук до баранки мне коротко я люблю сидеть низкий руль чуть-чуть на себя потому что люблю вот так есть и вот в плане вот в это вот ноты си оттолкнуться в плане комфорта и короче не хватает я понимаю что у меня руки короткий и вот для коротких рук мне его не хватает но это лишь вопрос так скажем длины моих рук моих конечностей кстати расход условно я читал у него расход смешанном что 8 чем-то два с половиной литра ну это один а чё за кайф пусть даже 10 литров будет покатались мы на тачке если уже под конец говорить о сколько недели три мы здесь до три недели но две из них мы ездили вот на этой машине две недели она была у нас под задницей мы ну не насиловали ее никогда не загоняли ничего никак не надругались над ней просто пользовали машину по своим нужному по городу поездить по петербургу есть впечатление которые по-любому ты получаешь от этого автомобиля начнется что первый это китаец хорошая тачка но 4 и 2 тоже сомнительно хотя что могут предложить ее одноклассники комфортная до тяги по городу хватает до салоне приятен роскошен массаж есть там а все плюшки которые должны быть в этом автомобиле они есть но я для себя его все-таки не раскрыл это не то чтобы какой-то семейный автомобиль мне кажется это просто бизнес бас что касается для семьи ну так себе спорно а ничего можно кстати посмотреть да где она она открыть и откроем не ну я не скажу щитом прям очень-очень много я бы думаю я бы это в гольф загрузил очень сильно захотел еще раз это не семейный автомобиль может быть кто-то для для семьи его и увидеть потому что он большой уместительный он прикольный у него три ряда сидений третий ряд очень комфортный в принципе ничего в машине такого вот что поругать нету подвеска как у всех абсолютно сзади трясет за 60 тысяч пробега жесткого пробега потому что я еще жесткого потому что ни один блогер ни один человек журналист ни одно издание которое на нем ездила она и тачку не жалела вообще не жалела ни разу и даже может мы ее где-то не жалели ну так если посмотрит со стороны вот поэтому мне кажется она вывезла но покупать или нет естественно думать как всегда вам мне тачка понравилась ну реально понравилась для 7 не купил бы если делать какие-то на ней дела ездить куда-то далеко двоем-троем чтобы не особо кого-то запаривать я бы взял но 4 и 2 спорно в максимальной комплектации хотелось бы чуточку дешевле хотя бы три с половиной наверно скоро так получится что все больше и больше китайцев будут новых сюда заезжать и мы будем больше и больше делать обзоров на к сожалению китайские автомобили но параллельный импорт все-таки не дремлет как-то машины будут сюда загоняться поступать но если вам нравятся китайцы и вы хотите на них ездить присматриваться то почему бы и нет они стали делать нормальные машины к сожалению мы это не смогли сделать с вами был марат борода калифи канала sata channel как всегда честный братский максимально простой обзор подписывайтесь